Предварительное голосование это своего рода фильтр, через который проходят кандидаты от партии «Единая Россия» в преддверии выборов в Государственную Думу. В этом году целью предварительного голосования назвали также стремление партии власти посоветоваться с обществом относительно своих кандидатур, чтобы максимально обновить состав Думы. Впервые с 2003 года выборы в Думу снова пройдут по смешанной системе, то есть будут баллотироваться партии, их уже более 70 в списке, и кандидаты-одномандатники. По Котласскому одномандатному округу на предварительное голосование заявились 10 партийцев и сторонников «Единой России». 15 фамилий стояло в федеральном списке. Несмотря на посадочную пору и хорошую погоду, интерес к предварительному голосованию в Котласе был высоким. Бюллетени заполнили более 2,5 тысяч человек. Это едва ли не самый высокий показатель в регионе. Массовость посещения большая была с 8 до 10 часов, и с часу до 2, с 13 до 14. Сейчас немножко спад, но идут люди хорошо, активно, с детьми, с целыми семьями. Нарушения не зарегистрированы. Во время работы комиссии все члены работают очень продуктивно. Всего в городе было открыто 6 пунктов для голосования. Три в центре, в Котласском ДК, Гамме, второй школе и три в микрорайонах, домах культуры Вычегодского, Лиминда и Дока. Пункты работали с 8 утра до 8 вечера. Голосование было рейтинговым, а не как на официальных выборах. То есть галочки можно было ставить напротив фамилий как одного, так и нескольких кандидатов. Результаты голосования сегодня на планерке озвучил глава города. По одномандатному округу безоговорочную победу в Котласе одержал Андрей Палкин. В одномандатном округе победил кандидат Палкин Андрей Васильевич с результатом 2196 голосов. Второе место заняла вторая Геннелина Андреевна, 181 голос. И на третьем месте Чесноков Игорь Александрович, 124 голоса. Из 15 фамилий федерального списка более-менее знакомых широкому кругу политиков, большее количество голосов в Котласе набрал преподаватель САФУ, бывший председатель Архангельской городской думы Дмитрий Юрков. Что касается списка, победителем по нашему муниципальному образованию стал Юрков Дмитриев. На втором месте вторая Гена Елена Андреевна, 509 голосов. И на третьем месте Кирилл Кольцов, 361 голос. Естественно, что по другим городам и районам области результаты предварительного голосования немного или даже сильно отличаются от наших. Окончательные итоги парха Английской области будут подведены не позднее 25 мая региональным организационным комитетом.